Итак, за долги по оплате капремонта теперь будут начисляться пени. Начать борьбу с должниками решено в мае. Руководство фонда объясняет ввод штрафных санкций тем, что сейчас система приема платежей отлажена и нужно контролировать недобросовестных горожан. Наш корреспондент Ильин Третьяков о том, как восприняли новость. Сами ярославцы и мэрия. Капитальный ремонт для большинства ярославцев сейчас как суслик в известном фильме. Его не видно, но он есть, а соответственно и плата за него имеется. А если есть плата, то есть и те, кто ее по тем или иным причинам игнорирует. Правда, Ярославль сейчас в плане собираемости платежей по квитанциям за капремонт один из лучших в стране. Процент добросовестных граждан с точки зрения жилищного законодательства у нас 85%. Оставшиеся 15% в скором времени рискуют попасть в черный список фонда. Приказ о начислении пени за неуплату или несвоевременную оплату квитанций уже издан. Нужно отметить, что в случае возникновения ситуации, когда информация по принятым платежам в региональный фонд, опять же, поступила не сразу, например, по причине некорректной передачи данных от почты или банков, то в течение первого месяца пени начисляться не будут таким гражданам до того момента, как проблема не будет решена. Механизм начисления пени будет проходить по аналогии со всеми другими услугами ЖКХ. Согласно жилищному кодексу, это 1,3 ставки рефинансирования Центробанка. Инициатива регионального фонда для городских властей сюрпризом не стала. С точки зрения закона, новая процедура вполне легальна. Если смотреть на проблему под другим углом, например, результатов работы, качества и количества отремонтированных домов, то новый сезон, по мнению мэрии, должен стать для фонда временем работы над ошибками. Эта инициатива, высказанная региональным фондом, она предусмотрена действующим жилищным законодательством. Некачественное выполнение работ и с одной стороны, и с другой стороны, оплата взносов в рамках действующего законодательства. Безусловно, качество работ, и сейчас на это направлены все усилия регионального фонда, чтобы снять эту напряженность, закрыть эти проблемные моменты. А вот горожане восприняли новость об ужесточении правил оплаты неоднозначно. Некоторые прямо признали, что не платят по счетам чисто из идейных соображений. Другие все-таки оплачивают квитанции, но без особого удовольствия. Плохо относимся, как? Вообще, это такая приманка нам совершенно не нужна. Когда его, во-первых, не сделают никогда, мы не доживем до того времени, пока сделают. Ну, конечно, нет. Если ремонта не зашел, где сошел? Вот и все. Оплатить вот эти все пени, это на продукты не хватит. Как бы то ни было, пени начнут начислять уже со следующего месяца. В фонде капремонта уточняют, если эта мера ощутимого эффекта не даст, за ней последуют суды. В этом случае вплотную начать работу с Фемиды специалисты планируют уже летом. Елена Третьякова, Александр Рябков.